Кто-то пришел для решения личной жизненной ситуации, кого-то волновали общественно важные темы. Словом, характер обращений самой разной направленности. Вопросы трудоустройства, получения соглашения и проведения Кубка Тысячелетия по шахматам «Черная пешка», отозвание предписания о сносе пристройки к историческому зданию на Советское и другие. Мелких вопросов не бывает. Бывают такие, которые нужно изучить более основательно. В числе заявителей директор Музея истории города Светлана Тамчук обратилась с предложением о переименовании улицы Халтурина. Знаете, к нам приезжает много туристов, приходят и одиночные, и туристические группы. У нас много карт, планов, где они читают название улицы. Возникают иногда вопросы. По Халтурину много возникает вопросов. А потом как-то вот меня несколько раз спрашивали, поэтому я там уже забралась где-то в интернет и посмотрела. Я думаю, даже в той деревне, в которой он родился, по-моему, в Кировской области, там Краеведческий музей, и у них был бюст его установлен. И они его убрали, этот бюст. Ну, даже, знаете, сами земляки на родине. Ну, потому что, ну, как-то, наверное, и нечем гордиться. Основание убедительное. Улица, названная в честь такой противоречивой личности, жизнь человека, не связанного с историей Бреста, должна быть переименована. Юрий Бондарь предложил открыть общественное обсуждение по факту переименования улицы и инициировать конкурсы на лучшее новое название. Вопросы взят под контроль мэром Бреста Александром Рогачуком. В Кировской области был город Халтурина, это его родина. Там, где он родился. Горожане переименовали город, вы понимаете, от стыда. И даже бюст он правильно. Ну, то есть там, где он родился, от стыда переименовали. Все поменяли. Нет, мы тут по-прежнему это все. Наверное, есть проблема. Но если будет ваше поручение, то тем надо. Я хочу так сказать, нет ничего невозможного в этих вопросах, как угодно, называйте, только в печку администрации. Да, да, да. Если это отвечает вашим ожиданиям и не противоречит историческим и научным подходам. Скажем так. Но я только за. Абсолютно довольна, потому что я уверена в этом, что работа по этому вопросу, она будет продолжаться. И я думаю, что она заинтересует и жителей нашего города Бреста, и как это будет дискуссия. Потому что диалог в городе прошлого и настоящего, он всегда существовал, он существует. Вторая цель рабочей поездки – знакомство с объектами города в рамках подготовки празднования миллениума. Юрий Бондарь посетил ряд мест, которые относятся к историко-культурному наследию. Среди обязательных точек рабочей поездки – новый театр кукол, который, к слову, распахнет свои двери уже к концу этого года, и музей Берестия. Сейчас Министерство культуры определяет перспективы его дальнейшего развития. Мы очень благодарны властям Брестской области за то, что вложено почти 200 тысяч белорусских рублей, запланировано к освоению на этом объекте. Это реконструкция самого здания, это обновление экспозиции выставочной. В завершении рабочей поездки Юрий Бондарь оценил уровень организационных и подготовительных мероприятий к миллениуму по 10-бальной шкале на 10 баллов. Не осталось без внимания министра и то, что белорусский Брест в 2019 году не только отпразднует солидный юбилей, но и будет носить звание «Культурная столица стран СНГ». Это очень почетная миссия, учитывая историю города Бреста, его доблестное прошлое. Я думаю, что мы выработаем план мероприятий к этому году для того, чтобы действительно Брест стал центром притяжения лучших творческих сил СНГ и площадкой для проведения ярких, незабываемых культурных мероприятий. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.